Турист отправился из деревни на железнодорожную станцию. Пройдя за первый час 3 километра, он сообразил, что опоздает к поезду на 40 минут. Итак, за первый час он прошел 3 километра и понял, что опоздание будет на 40 минут. По этому остальной путь он проходил со скоростью 4 километра в час и пришел на станцию за 45 минут до отправления поезда. Он не опоздал. Чему равно расстояние от деревни до станции? Ну давайте рассмотрим. Он прошел 3 километра. На самом деле, в общем, это не так интересно. Интересно другое, что если бы он отсюда до станции двигался со скоростью 3 километра в час, то он опоздал бы на 40 минут. Как это записать? Вот есть некоторое время, которое осталось до отправления поезда. Давайте это время бы означать Т. Тогда, если умножишь скорость на Т плюс 40 минут, только здесь есть единственная проблема. Скорость мы измеряем в километрах в час, а здесь написано минуты. Давайте мы минуты переведем все-таки в часы. 2 третьих, а вот это было 3 четвертых часа. Так вот, Т плюс 2 третьих, то получится в точность вот этого состояния. И теперь, что значит пришел за 45 минут? Это значит, что он шел не время Т, а Т минус 3 четверти. Вот такое уравнение нужно решить, и тогда мы найдем время Т. Поехали. Раскрываем сколки. 3Т плюс 2. Это 4Т минус 3. Переносим 3Т направо, получаем уравнение. 2 это Т минус 3. Значит, Т это 5. Слушайте, я выгодил. Турист был очень расчетливый. Он как-то на 5 часов вперед смотрел. Значит, расстояние от вот этой точки до станции, то есть 3Т плюс 2, это 3 умножить на 5 плюс 2. 3 умножить на 5 плюс 15 плюс 2, 17. А расстояние до станции, соответственно, 20. Вот это расстояние, 17 километров, а от деревни до станции 20. Так все было просто. Он вышел, должен был пройти 20 километров. После первых трех километров понял, что опаздывает, ускорил шаг и все, хорошо. Тяжелый векзак, наверное, был, что с такой скоростью шел. Продолжение следует...